В Лиге Европы вчера состоялись таковые матчи и главной сенсацией можно считать яркую победу азербайджанского Карабаха над португальской Брагой. Счет 4-2, еще и в гостях. Главная звезда у Карабаха это Абделла Зубир. У него дубль, ассист и заработанные пенальти в этой игре. Галатасарай и Спарта подарили концерт с двумя красными карточками. Счет 3-2. Все решил дальний удар Мауро Икарди на 91-й минуте. До этого он дважды ассистировал и попал в штангу. Бенфике с трудом удалось пробить Тулузу. 36-летний Анхель де Мария сделал дубль с пенальти. Причем победу принес на 90 плюс восьмой минуте. Милан упал в стыке Лиги Европы после третьего места в группе смерти в Лиге Чемпионов и сразу же разгромил Рен 3-0. Дубль у англичанина Лофтус Чика. Все, Мбаппе покидает Париж. Сериал близится к концовке. Мбаппе объявил ПСЖ, что не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом 2024 года. Француз сказал об этом президенту клуба Аль Хилайфи. Информацию опубликовал известный инсайдер Фабрицио Роману. А он, как правило, чепухи не несет. Рыбакина продолжает свое победное шествие. Вчера она вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Казахстанка встретилась на корте с 38-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес. Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах 6-4 и 6-2. Уже сегодня Елена будет играть в полуфинале с Анастасией Павлюченковой из России. Жозе Мауриню в эфире YouTube-канала Presence 5 Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о соперничестве с Барселоной. В годы моей работы в Реале было огромное соперничество с Барселоной. Это было не просто культурно-историческое соперничество. В тот период были лучшие Криштиану, лучшие Мэйси, лучшие Бензема, лучшие Гуаин, лучшие Ньесты и лучшие Ди Мария. Барселона была лучшей командой мира. Мадрид пытался это изменить. Мир замирал во время матча Реала и Барселоны. В одном сезоне побеждала Барса, в следующем сезоне выигрывал Мадрид.